Девчонки, всем привет! Сегодня будет очень интересное видео про укрепление своих ноготков твердым гелем. Итак, вот такие ноготочки у меня. Я уже сделала маникюр и опилила их по форме. Здесь у меня на мизинчике пара сломов и вот этот указательный пальчик у меня совсем плохо выглядит. У него сломался один уголок, а форма у меня будет четкий квадрат, поэтому мы его будем сегодня донаращивать полигелем без форм. Итак, давайте с вами начнем. С чего я начинаю каждое укрепление гелем? Это с того, что я промазываю все ноготки обычной базой от гель-лака. Гель у нас будет однофазный, им удобно работать. Расскажу тоже о его плюсах. Берем полигель прозрачный. У меня это от Nail Passion. У меня в коллекции в моей три полигеля и этот мне понравился больше всего. Все материалы, используемые в сегодняшнем видео, я заказывала с сайта имкосметик. Почему заказываю у них? У них очень быстрая доставка. Доставка курьером есть. И так как я очень часто забываю заказать вовремя материал, меня они очень выручают, потому что всегда делают все вовремя. Итак, берем небольшие вот такие капелюшечки, кладем их на ноготочек в нужные нам места и кисточкой, смоченной в обезжиривателе, в специальном средстве или в спирте, мы начинаем распределять полигель по ноготку. То есть мы его растягиваем и приплюсываем кисточкой. Если мы приплюсываем, то полигель расходится в разные стороны. Если мы растягиваем от кутикулы движениями к торцу, то он у нас вытягивается. В данном случае, когда нам нужно нарастить уголочек, мы просто вытягиваем полигель, ну и аккуратненько формируем из него угол. В дальнейшем все лишнее мы, конечно же, потом опилим. В общем, это прям спасение для мастеров. Я уже сняла липкий слой, форму немножко опилила, не сильно, потому что сверху все равно будет гель. Гель у меня от Gisnail, я его заказываю не первый раз, я им уже работала. И вот такая кисточка-шестерочка от Рублев. Мне она кажется самой удобной, потому что она в меру мягкая, в меру упругая. И еще я видела, что многие мастера гелем работают на квадратных кисточках. Мне очень нравится, что эта кисточка хорошо повторяет форму кутикулы. Берем небольшое количество геля и промазываем ноготок. Консистенция у геля очень приятная, она в меру густая и гель очень хорошо держит форму. То есть, если вы новичок и работаете гелем медленно, то этот гель ваше спасение. Посмотрите, как он держит капельку. Она никуда не растекается, никуда не течет. Мы ставим каплю на первую треть ногтя и начинаем аккуратно распределять. Вы должны знать, что вам нужно укрепить стрессовую зону. То есть, должна быть такая горочка, называемый апекс. Этот апекс находится примерно чуть выше середины ногтя. И он обязательно должен быть, так как впоследствии, когда гель срастет, он как раз-таки возникнет на укреплении стрессовой зоны. Потом, после просушки, я беру небольшую каплю геля, обтираю кисточку вот таким образом. И распределяю, то есть, сравниваю гель, который я положила на торец, с оставшимся гелем. И тут мне приходится еще немножечко поработать, посмотреть сбоку, выровнять. И, в принципе, все готово. Я просушиваю в лампе одну минутку. То же самое делаю со всеми остальными ноготочками. Тоже промазываю тонким слоем, выстраиваю архитектуру, просушиваю обязательно. А потом беру небольшую часть геля, обтираю об торец. И таким образом мы, во-первых, укрепляем наш торец. Во-вторых, в дальнейшем, видите, какой торец тоненький? Нам нужно его укрепить и создать небольшую толщину. Для чего? Для того, чтобы впоследствии фрезой выпилить снизу ноготь. Это, конечно, лучше делать специальной фрезой, но я это выпиливаю обычной кукурузкой, керамической, которой снимаю гель-лак. Для чего я это делаю? Гель твердый материал и очень часто у людей возникают отслойки материала как раз-таки с торца. Особенно на форме четкий квадрат. Уголочки начинают задираться. Если у вас такая проблема, попробуйте обязательно эту технику. Вы поймете, почему она так удобна. То есть вашего ноготочка нет под гелем, но это только с торца. Нам нужно обязательно это убрать. Посмотрите, как мы подняли край ногтя. Ноготочки у нас теперь никуда не провисают. Сейчас мы опилим, и я расскажу вам, как я опиливаю сверху форму. Итак, вот наш ноготочек. Первое, что мы должны сделать, это, конечно же, задать форму ногтю. Первое, что мы делаем, это всегда подпиливаем торец. И подпиливаем боковые стороны, то есть боковые параллели. Видите, при накладывании геля на торец, у нас торец вот так вот провис. Нам нужно обязательно, чтобы две линии были параллельны друг к другу. Это верхняя часть ногтя, где у нас лежит гель, и боковая сторона. Сначала мы опиливаем торец, потом мы опиливаем боковые части, то есть сравниваем с кутикулой. Далее опиливаем центральную часть и аккуратненько сравниваем центральную часть и боковые линии. И последнее, что мы прорабатываем, это как раз таки зона кутикулы. Работаю я мягкой пилочкой, достаточно 200 грит. Итак, все делаем, как я говорила. Сначала опиливаем торец, переворачиваем обязательно вот так ноготок. Смотрим, видите, у меня пальчик немножко смотрит вбок, поэтому я ставлю пилочку перпендикулярно первой фаланге. Если вы не знаете, как это делать, посмотрите мое видео про опилформ. И далее, видите, у меня ноготок как провисает. Я просто ставлю пилочку параллельно и начинаю спиливать провисающий угол. Вот таким вот образом я работаю. Пилку подставляем обязательно под ноготь. Еще немножко прорабатываем торец. Нам нужно, чтобы возник у нас угол 90 градусов. Работайте очень аккуратно, не перепиливайте точки в росты, это очень важно. Опиливаем наши боковушки аккуратненько. На самом деле пилочка очень мягкая, гель тоже очень мягкий, очень податливый в работе. И именно с ним у меня не возникает никаких отслойок в материале, даже если я оставляю какую-то небольшую толщину геля. У него прекрасные адгезивные свойства и очень удобно с ним работать. На пилочку я практически не нажимаю, мне проще сделать два мягких движения, чем очень сильно нажимать и оставлять пропилы. Аккуратненько шлифуем бафиком, это обязательно, так как базу мы не наносим, мы сразу же наносим гелый лак на гель. Поэтому нам нужна ровная поверхность. И кукурузкой аккуратненько мы выпиливаем низ. Какой же толщины должны быть ногти? Это вопрос очень интересный, я его тоже встречала. Гелевые ногти, укрепление гелем должны быть толщиной с пластиковую карточку приблизительно. Вам обязательно в уголках нужно выпилить свой натуральный ноготок. Ну и плюс, чтобы ногти не казались очень толстыми, это некрасиво. Еще, девчонки, в гелевом укреплении я никогда не прокрашиваю торец. Если прокрасить торец, ногти выглядят неаккуратно и очень громоздко. Будем еще делать сегодня инкрустацию с тразиками квадратными и кругленькими. И будем использовать лаки от Jisnail. Двух очень красивых осенних цветов. Захотелось мне какого-то спокойствия на ногтях. Цвета 714. Это такой нежный бежевый оттенок. Я бы даже сказала молочный. И еще темно-коричневый цвет. Он очень теплый цвет, даже коричнево-серый. И они у меня очень хорошо легли в два слоя. Лаки не жидкие, не густые, никуда не текут, не растекаются. И цена у них тоже очень приятная. Единственное, хочу сказать, что все гелилаки с длинными вот такими вот кисточками, у них есть свой плюс и свой минус. Плюс у них в том, что кисточка хорошо достает до дна флакона. И когда гелилак практически закончился, вам не надо его постоянно переворачивать. А минус их в том, но если знать этот минус, то минусом он по сути не будет являться. Когда вы вытаскиваете кисточку, обязательно обтирайте об край флакончика саму вот эту кисть. Потому что на ней скапливается гелилак и он может капнуть вам на руку, ну или на стол. Первый слой я не подгоняю никогда под кутикулу. Ну, то есть прокрашиваю максимально близко, насколько это возможно. Вот, но сильно не заморачиваюсь, экономлю время свое рабочее. А вторым слоем уже промазываю тоненькой кисточкой. И уже покрыла я ноготочки гелилаком. Посмотрите, какая красивая архитектура, какие они блестящие, ровные и самое главное твердые. Потому что, когда мы делаем гелилаком четкий квадрат, очень часто уголочки у нас ломаются или отслаиваются. Стразики я всегда креплю на гель-клей Уна. Они держатся очень хорошо. Делаю это так, уже на топ, то есть на готовый ноготочек. Я промазываю то место, где у меня будут крепиться стразики. И просто выкладываю их. В этом сезоне особенно актуальны такие квадратные стразики. Обязательно поищите их или закажите им косметик в магазине. Они смотрятся просто шикарно. Мы уже, видимо, привыкли к стразикам, к круглым. Этот квадратик почему-то мне очень-очень понравился. И еще они отлично переливаются, хоть это и не стразы сваровские. Вот такие ноготочки у нас сегодня получились. Вот эти материалы мы сегодня использовали. Гель, гелем я работаю давно. Лаки я попробовала только-только и мне они понравились. И гель-клей Уна у меня тоже уже был. Это уже второй пузыречек у меня. То есть он прекрасно держит стразы, за это я могу ручаться. Если видео было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Вас ждут еще много интересных видео. Всем пока!